С начала учебного года были выявлены случаи заражения в детских садах автономии. В некоторых школах классы закрыты на карантин. «У большинства из них, к сожалению, развивается односторонняя или двухсторонняя пневмония. Получают лечение, с мамами их госпитализируем. Дети постарше, как правило, если состояние позволяет, получают лечение в амбулаторных условиях под наблюдением семейных врачей». В Камрадской районной больнице в отделении для лечения больных с подтвержденным коронавирусной инфекцией находится 31 пациент, из которых 19 детей и 12 взрослых. «Да, заболеваемость пошла на спад. Посмотрим, что будет дальше происходить с эпидемиологическим процессом. На сегодняшний день мы свернули 18 коек, потому что заболеваемость пошла на спад. Но всё-таки два этажа у нас заполнены пациентами». По словам Нины Райлян, в основном заражаются и госпитализируются дети от двух месяцев до двух лет. На сегодняшний день в ковид-отделении только три пациента с тяжёлой формой. Директор районной больницы Нина Райлян дала некоторые рекомендации по предотвращению ковид-заболеваний. «Соблюдайте все простые правила. Мойте руки с мылом, когда приходите с улицы домой. Не посещайте места с большим скоплением людей. Если рядом находится чихающий, кашляющий человек, соблюдайте дистанцию, если вынуждены находиться с ним рядом. Полтора-два метра. Носите маски в местах большого скопления людей, если приходится посещать такие места». Нина Райлян отметила, что вакцинация – это основной и стопроцентный метод защиты организма для этой инфекции. Выработанный иммунитет защищает от тяжёлой формы болезни. Марина Топал, Григорий Ставилов, Алексей Герчуг, ГРТ Новости.